мое выступление как бы обозначена достаточно фундаментально абсолютная встреча как феномен трансцендентальной германистики герхарда оберхаммера но во первых я конечно ограничиваюсь всего одной его работой поздней работой 2003 года трансцендентальный опыт как абсолютная встреча трансценденталер фарум кольц абсолют и бегем тоже такое предварительное замечание наверное я своим выступлением помогу сохранить там часть времени потому что она не может быть большим развернутым так как это исследование еще в самом самом начале поэтому она не может быть да и таким объемным глубоким и соответственно таким вот всеобъемлющим я бы в своем выступлении здесь концентрировался на двух моментах во первых на таком переводческом что ли моменте который характеризует саму суть текста на немецком языке я в основном имел дело с текстами классических немецких авторов вот и не почти не обращался там к хайдеггеру вот в основном это все-таки кант гегель коген наторг мусор кассира то есть я могу как переводчик сравнить характер этих текстов и хотел бы сразу сказать что конечно скорее всего да повторюсь я не занимался хайдеггером скорее всего вот самой обращенности к использованию каких-то выражений вот это обращение с языком скорее всего навеяно хайдеггер то есть очень много до таких вот для не носители языка достаточно ну проблемных выражений которые либо разделяют слово которое изначально все таки используется слитно например андахт да то есть это если она используется в нормальном состоянии то это благоговение молитва да то есть вместе в мышлении да обер хаммер использует через дефис андахт то есть не только какое-то состояние может быть такое чувственное да ну одновременно насыщенное с определенными коннотациями но и то есть мыслить мыслительное другие словообразование наоборот у него слепленность например актуаль в одном да то есть обычно это все-таки становление актуальности да и актуально ставшие у него это слеплено да то есть тоже подчеркивание каких-то нюансов которые ну вот мы можем только может быть как-то интуитивно ощущать но не настолько глубоко понимать как как носитель языка или например не переделывает какие-то наречия и вопросительные слова существительные в рау хим то есть тоже и не совсем сразу да и переводчески можно это все перевести понять о чем идет речь в целом хочу сказать что вот действительно текст него невозможно понять без погружения в него то есть вот то что он как сказать сам говорит о герменевтическом прочтении религиозных традиций различных причем да и западных и восточных вот он это реализует самим своим текстом то есть его текст получается как сама та религия о которой он говорит ну вот для меня это тоже достаточно интересный как бы феномен с которым я столкнулся невозможно его переводить без определенного состояния внутреннего состояния то есть это как бы обычно все-таки к да к религиозным текстом относится их просто не не переведешь и на обычный язык ну и него не воспринимешь так как как нужно если ты не в состоянии так сказать вот этой вот этого религиозного благоговения молитвы и так далее это вот что касается никого вступления но а по самой тематике я бы остановился на прояснение некоторых моментов повторюсь еще в самом начале поэтому могу говорить обо всем вот и использование таких в общем-то традиционных понятий по в контексте понимания уже самим убер хаммером и соответственно определенную подсказку конечно для какого-то уже понимание как можно трактовать и его позицию и сам его сами его понятие текст дают те авторы на которых он опирается о которых он говорит и от которых собственно он отталкивает и свои рассуждения так вот конечно же однозначно его на его философии его подход лежит в русле трансцендентальной философии и мануила канта то есть здесь и понятия и в общем-то вот эта сращенность трансцендентального и трансцендентного то как он собственно пытается до рассмотреть противоположность противопоставленности их все-таки взаимосвязь у канта это тоже прикрою прекрасно представлена но конечно как бы он все таки не не кантовед или еще еще хлещи канта филолог или просто продолжатель этой традиции конечно же он встраивается еще в один тренд это представленный на мой взгляд апелем который как раз является таким родоначальником применения трансцендентальной методологии герменевтики и считает что да собственно трансцендентальная герменевтика это анализ тех структур языка которые дают как бы коммуникативную возможность понимания как угово да как того что не является самостью так и погружение в себя то есть это вот такой двунаправленный двунаправленная процедура трансцендентальной герменевтики которая на мой взгляд в общем-то обер хаммером однозначно разделяется и используется но теперь вот что касается конкретно тех понятий и тех сюжетов которые обер хаммер задействует своей своей трансцендентальной герменевтики но прежде всего само понятие трансцендентные для обер хаммера здесь как бы некая точка отчета это мысль или позиция карла ясперса религиозного экзистенциалиста так как мы его как бы представляем да для вот ясперса и обер хаммер собственно от этого отталкивается трансцендентное является неким шифром который ну шифрует того же бога теистических религиях или то что собственно является недоступным не 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 проясненным до конца для человеческого познания и знания и все же допускающего человека как смысла центр своего здесь бытия но как обычно да вот я уже понял исследовательскую такую тактику обер хаммера он начали соглашается а затем говорит в общем-то о недостаточности только такого такого восприятия трансцендентности как шифра считая что это не только или не просто шифр трансцендентность я уже цитирую обер хаммера также касается перспективы в которой можно говорить об этом недоступном а именно как реальности за пределами каждого существа которое не является самим существом есть и следовательно с точки зрения бытия также может быть понято как небытие и тем не менее не является ничем с этой точки зрения трансцендентность не означает реальность не мира нечто что изъято из мира но что то что принадлежит миру но которое избегает специфики мирского существования и поэтому разговор об опыте трансцендентности как абсолютный а именно не подверженный или не имеющий никакого отношения то есть тоже достаточно сложно одним словом переводимое немецкое слово и так не имею не не подверженный не имеющий никакого отношения встречи приобретает четкий контур то есть для обер хаммера позиция ясперса и разговор вот о трансцендентности как шифре это отправная точка это некий контур но требующие собственно все-таки прояснение что же в этот контур попадает и какие перспективы возникают если мы этот контур обрисовываем внутри этого следующее понятие важное в контексте концепции обер хаммера и которую он тоже здесь анализирует это понятие опыта и здесь также как из позиции с понятием трансцендентности обер хаммер берет себе в попутчике другого немецкого философа хайдеггер и также как и с ясперсом в общем то говорит что достаточно хорошие контуры мы находим в так сказать в позиции хайдеггера в том как он понимает опыт и вовлеченность человека в опыт дозайн здесь бытия то есть для обер хаммера хайдеггер задает восприятие опыта не как какого-то багажа или какого-то результата чего-то прошлого а как события события которое происходит с человеком и которое захватывает человека как нечто так сказать анонимное и в то же время то что человеку подходит и в то же время он должен этому подчиниться подстроиться чтобы это событие собственно состоял то есть вот такие нюансы восприятия опыта для оберхаммера важны но повторюсь он и в этом случае полагает что контуры могут быть как-то внутри прорисованы более более интересно во всяком случае и полагает что вот хайдеггер все-таки как бы из контекста своей перспективы описывает понятие опыта эрфарунга и говоря да о том что действительно опыт затрагивает глубиннейшие внутреннейшие интимнейшие структуры да 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 за им человека в опыте происходит таким образом что что-то может человеку подойти то есть строится во что он может строить что в опыте и здесь он вводит еще одно понятие базих сайт не просто дать за и собой бытия вот рузанна владимовна так так это переводит в других тебя бытия по моему я так прямо хотя может быть их себе у себя собой бытия вот я такой встретил у вас перевода вот ну да я вот быть я при себе вот как бы скорее всего для перевода нужны как бы более расширенные контексты и как как бы переводчику ну не более звучит звучит связано вот использование этих этих моментов вот и вот с этой точки зрения оберхаммер не считает уже исчезает некая мифическая анонимность того что что-то оставляет место пустым то есть это мифическая анонимность это мифическая анонимность исчезает и появляется вместо этого соотнесенность между субъектом и условиями его возможности опыт как опыт трансценденции становится возможен только в реализации соотнесенности ну вот с собой бытия или быть я при себе подходя к завершению своего выступления я процитирую да вот опять же оберхаммера тогда как он интерпретирует что же такое собственно внутреннее или вот это интимнейшая глубиннейшая структура человеческого бытия человеческого дозайна следовательно это я цитирую это погружение во внутреннюю часть собственной субъективности не означает большей вовлеченности в имманентность сознания но благодаря нескрываемый открытости собственная трансцендентная досягаемость означает в конечном итоге единственное возможное раскрытие субъекта для отношений за пределами бытия и таким образом само превосхождение субъекта во встрече с трансцендентностью я такое вот понимание собственно опыта 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 как трансцендентного опыта они просто трансцендентального до позволяет ему говорить и о ну специфическом да так скажем или дает ему возможность говорить о собственном прочтении и различении понятия религии и религиозности он также пишет как экзистенциал субъекта религия отличается от религиозности сущностно тем что она не есть свойство которое говорит о субъекте не свойство не своеобразие феноменов которые называют религиозным но динамический элемент здесь бытие субъекта в этом смысле вновь ставится вопрос о взаимной принадлежности этой через трансцендентальный опыт запечатленный трансцендентный опыт запечатленной и действительности религии и религиозного опыта который вырывается из религиозной традиции и запечатлевается в жизни духа ну вот что здесь для меня особенно как бы ну вот интересно и привлекательно в позиции оберхаммера понимание религии как не не чисто субъективного такого фактора чаще да когда говорят о каких-то ну изначальных да или первоначальных основаниях религии религиозного опыта обращаются именно к религиозности как ну вспомним шлиер махера да как некого чувства бесконечного то что рождает в человеке определенная определенную чувствительность воспринимаемость вот того что до конца до нами не может быть себе объяснено но в то же время и нас захватывает воздействует и так далее чаще когда собственно говорят об этой об этой религиозности или о неком неком субъективном начале зарождения религиозного опыта говорят о действительно о тех ну глубинных началах в субъекте человека которые как бы помещаются либо либо в ядре субъекта да как неком таком яйце откуда все это рождается либо субъект как бы через это через эту глубину субъективности собственно растворяется в некой религиозной традиции в неком так сказать субъективно мы да так вот обер хаммер мне кажется позиции его избегает вот этих обеих крайностей то есть он не говорит о неком закрытом до монадическом ядре субъективности где-то пусть даже в каких-то немыслимых глубинах субъекта расположен не все-таки не выходит на растворение субъекта в религиозной традиции в открытости да то есть да он говорит что вот это интимнейшая субъективность это не ядро это на самом деле открытость но это открытость имеет тоже определенные границы да вот это вот в этом байзи сай топологически определен это не просто некая как бы социальность или опять же некая религиозная традиция да это не не культовые вещи то есть это не 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 то что вот присваивается как что что-то что относится да как религий это все-таки то что для человека имеет некую окраску дозайна но превосхождение этого дозайна одновременно да вот и здесь очень полезен обер хаммеру и как бы он его использует разговор о о субъекте и другом у левинаса да то есть он здесь тоже как бы эту традицию левинасовскую использует и ссылается на него и тоже интерпретирует именно в том контексте что для субъекта тождественность и инаковость вот через этот трансцендентный опыт а это не не некие застывшие точки или точки для редукции одного к другому или точки какого какой-то иерархии скорее это как раз точки определенных определенных границ процесса процесса движения и в одну сторону и ум керы в другую сторону потому что здесь идет процесс и самопреодоление и самовозрастание одновременно на самом деле методология герхарда оберхаммера австрийского индолога философа специалист по вишиште адвайте веданте одного из ведущих специалистов который воспитал плеяду индологов и благодаря ему сейчас вишиште адвайта она как говорится имеет обширный вообще класс текстов исследовательских и переводов в том числе шива санту ша санту шта саргадир хе тури швара шивови танутам шевам самаста шива санта шива саннадхи шабдасиндхум самагаттья бха шиадья и рапидургамам шива санта шива санту ша санту шта саргадир хе тури швара шивови танутам шевам самаста шива санта шива санту шабдасиндхум самагаттья бха шиадья и рапидургамам бхи тохам крипайатратар нистарья и жагдишвара а